Дорогие друзья, доброе утро! Здравствуйте! Дорогие друзья, доброе утро! И спасибо, Светлана, за возможность выступить в вашем формате. Вам спасибо, Евгений Александрович, за то, что вы помогли организовать этот эфир. Без вас я бы не скинулась. Да, и это настроение с утра передается друг нам от друга. Естественно, вы акцентировали внимание относительно выигранного гранта. Да, момент эфории, соответственно, есть. Но за этим моментом есть достаточно серьезная, кропотливая работа. То, что касается нашей организации, я хочу сказать, что это достаточно старая организация. Ее истоки идут еще от конца 19 века. Это бывшее императорское пожарное общество. Дата его рождения – 1892 год. Значит, естественно, история претерпела определенные изменения. После 1917 года до 1960 года об обществе практически слышно ничего не было. Какие-то определенные сгрузки информации были, но они ни о чем не говорили. И только в 1960 году произошло уже советское осознание, что да, такая организация должна быть. Значит, и место, соответственно, ее быть. Поэтому, хоть мы и считали в советские времена дату создания 1960 год, тем не менее, буквально в 2017 году у нас был юбилей, и мы тогда честовали императорское пожарное общество. А ныне – это общероссийское общественное объединение, Всероссийское добровольное пожарное общество. Естественно, вся основа его находится в городе Москве. Это головная наша, скажем так, это главная организация. Мы и его составная часть, как и составные части, остальные субъекты нашей Российской Федерации, называется наша организация Якутское республиканское отделение ВДПО. То, что касается нашей деятельности, она основана на членстве, она основана на уставе. И то, что касается требований устава, задач и так далее, они, конечно, носят социально-общественный характер. И то, чем конкретно мы занимаемся, а у нас на сегодня есть и учебный центр, это, конечно, подготовка. Подготовка до себя людей к вопросам пожарной безопасности, производственной, скажем, нашей участке. И чем они занимаются? Они занимаются обслуживанием, монтажом, сигнализацией. Соответственно, решают другие вопросы. Это сбыт соответствующей противопожарной продукции. Помимо этого, мы занимаемся вопросами, связанными с пожарной безопасностью предприятий, даем консультации. То есть, перечень, если говорить, уставных целей, он достаточно большой. Перечислять их достаточно, ну, не то, что сложно занимать время, мы не будем, но его вкратце остановиться мы можем. И вот, в частности, то, что касается гранта, это тоже направление нашей работы. Вот мы плавно к гранту, в общем-то, и переходим. Вы являетесь руководителем этого проекта, проект «Все вы без пожаров». Почему вдруг вас эта тема заинтересовала? Почему вы решили именно такой проект создать? И расскажите о том, какие районы вошли в этот проект и почему именно они? Ну и, конечно же, я вас поздравляю с грантом. Спасибо, Светлана, за поздравление. То, что касается, значит, нашего гранта, я хочу сказать, что в грантовом направлении мы участвуем, ну, как говорится, не первый, не последний раз, но вот опыт определенный у нас есть, и для такой организации, как наша, для общественной, грантовая поддержка, она, как говорится, дорогого стоит. Ну вот, что за грантовая поддержка? Идет, конечно, тематика ее исполнения. А наша тематика, целевая, она, конечно, направлена на пожарную безопасность. По всем направлениям. Возрастной ценз, если взять какой-то пласт, он буквально разный, начиная от юношества и кончая, значит, взрослыми. Значит, если говорить о географии проекта, она тоже разная. И вот то, что касается нашего, скажем, проекта, да, я хочу сказать, что в прошлом году мы вышли с этой инициативой. Грант у нас также назывался «Селы без пожаров». И грант был, направление гранта, именно республиканская была составляющая по гранту. Это грант должен был республике быть. Но по стечению обстоятельств там нам 0, как говорится, немножко десятых не хватило баллов. Поэтому мы его не выиграли. Но нам сказали, значит, наши, скажем, кураторы, что у вас не все потеряно. Тематика великолепна. И, как говорится, дорогу осилит идущий. Двигайтесь дальше. А двигайтесь дальше. Впереди у нас, соответственно, уже был президентский. Там и возможностей, соответственно, больше. Нам, естественно, что требовалось? Немножко его подкорректировать. Что мы и сделали. И вот только после вот этой корректировки, да, Александрич, мы начали, в принципе, ждать, Александрич, какой же будет результат. И вот оно случилось. Да, мы выиграли. Да, мы победили. Да, здорово. Буквально 29-го числа прошлого месяца... Даже лучше, что тут не выиграли, а выиграли. Даже нас всех победителей собирал зампредседателя правительства Балабкина. И вот она с большим воодушевлением говорила о том, что республика по ДФО, значит, в лидерах по грантовому направлению. И мы тоже в этой ячейке. И то, что касается притока в республику финансовых инвестиций по грантовому направлению. Сумма была озвучена, насколько я помню, 40 миллионов. И вот наша эта ячейка в 3 миллиона, там, с небольшим, Дарья Кентьевна, Александрич, потом расклад даст. Но вот, как составная часть есть. Вам самому зачем это надо? И насколько для вас самого этот проект интересный? И почему, вот я знаю, что там вошли 10 улусов, 10 районов Кангаласского улуса. Почему именно вот эта территория? Ну вот, суть заключается в чем? Сам я являюсь полковником отставки. Ого. Ну вот, и работал на должности заместителя начальника главного управления по государственной противопожарной службе. И обстановка противопожарной в республике, в том числе и с лесными пожарами, я ее знал не понаслышке. Это была моя работа. И вот, зная, что есть определенные моменты, на которые общество может взаимодействовать, мы решили поднять это на определенный уровень. Ну, а вы сами понимаете, поднимая ту или иную тематику, без финансирования она, конечно, может только остаться на бумаге, как проект. И поэтому наша задача от бумаги, от проекта, как говорится, в жизни. А что сподвигло это, значит, я сейчас постараюсь объяснить. Вот наша республика, это самый большой субъект нашей Российской Федерации. Более трех миллионов квадратных километров. 80% занимает чисто лесные массивы. И когда в каждый год проходит у нас сезон атаки, как говорится, сходит на нет снежный покров, что мы имеем? Ну, прежде всего, мы имеем так называемый космомониторинг. Мы начинаем считывать, что у нас в том или ином районе, это, как правило, южные наши районы, начинают фиксироваться так называемые термоточки. Это лесные пожары. Где они находятся? Они, естественно, находятся вблизи населенных пунктов. А при этом мы знаем, что любая термоточка – это практически будущий сложный пожар, на который надо воздействовать. И при этом мы понимаем, что также примерно около 80% пожара, которые происходят, это, естественно, пожары, которые происходят по причине человека. Перебью вас буквально на минутку. У нас есть звонок слушателей. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ольга Прокопьевна Анисимова. Я работаю учителем физкультуры ЛБЖ в 18-й школе. И вот хочу от своего имени, от имени школы выразить свою благодарность в организацию ВДПО. Потому что мы уже давно, уже несколько лет, и даже не могу сказать, уже лет 10, наверное, сотрудничаем. И в развитии детского спорта спасательного. И они помогают нам в обучении, в меры безопасности, в соблюдении детей. Также мы получили от них инвентарь. И они нам еще помогают, разрешают заниматься у них в полигоне. И благодарим за помощь и развитие спорта детского. Спасибо, Ольга Прокопьевна. Большое спасибо им. То есть вы еще занимаетесь тем, что вы воспитываете подрастающее поколение и обучаете противопожарной безопасности. Да, большое спасибо, Ольга Прокопьевна, за такой прекрасный отзыв. Да, действительно, мы занимаемся с детьми. Это вот наша, как бы, уставная деятельность, социально ориентированная. Потому что, работая с детьми, воспитывать именно ответственность противопожарная, знание противопожарной безопасности нужно с детства. Вот поэтому мы с детьми работаем. Согласна. Лучше сразу научить, чем потом переучивать. Мы еще к этому вопросу обязательно вернемся. Давайте еще звонок выслушаем. Один слушатель. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Захаров Петр Петрович. Петр Петрович, слушаем. Радую слушать вас, Евгений Александрович, на радиовещании. И со случаем от лица администрации Дворца детского творчества выражаем огромную благодарность Александру Ивановичу и его сотрудникам за спонсорскую помощь в реализации проектов «Клупыми» 2020 и 2021 годов. За годы сотрудничества вашей организации «Рок Дупо» зарекомендовала себя как надежный партнер. Особо хотим отметить качество выполняемых работ, оперативность и профессионализм ваших сотрудников. Желаем развития, просветания и достижения новых вершин в вашем деле. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Петр Петрович. У нас во Дворце детского творчества находится наш музей пожарной охраны и находится клуб «Юный огнеборец». Дворцу детского творчества тоже большое спасибо за сотрудничество. Я переживала, что наши жители не очень хорошо знают о вашем обществе, потому что я, в принципе, не так хорошо была осветомлена до знакомства с вами. И для некоторых, я думала, будет сложна вот эта вот аббревиатура, расшифровка. Оказывается, отлично вас знают и вот столько добрых, хороших слов. Я думаю, наверное, это как итог работы, как результат всегда приятно. Ну, не всегда знают. Вот, допустим, я всегда сталкиваюсь, когда меня спрашивают, кем я работаю. Я говорю, я работаю в ВДПО. А что это такое? Я говорю, пожарное общество. Говорят, а, МЧС? Да, вот поэтому путают. Именно сегодня мы подошли на эфир, чтобы слушателям нашим немножко разъяснить, чем занимается наша организация и чем она отличается от государственной противопожарной службы. Ну, и вот предыдущие звонки рассказали о том, что можете быть очень полезны. Да, мы работаем со школами, вот всё, что связано с детьми и со школами, и с Дворцом детского творчества, с колледжами, с юридическим колледжем работаем, потому что патриотическое воспитание с детства должно начинаться. Ваше внимание уделяем. Да, это очень круто. Вот мы в начале эфира, когда вы рассказывали о вашем обществе, режиссёр показывал фотографии, слайды шли о вашей работе. И это, конечно, очень круто, то, что вы обучаете, как реагировать на, вот, допустим, если какое-то возгорание вдруг случилось, кроме того, что набрать 0,1, многие ничего не знают, а вы рассказываете о том, как можно ликвидировать вот очаг огня. Мы скоро вернёмся. Не теряйте нас через 2 минуты, мы снова в эфире. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Вашему вниманию программа «Якутск сегодня». Мы для вас на волне Республиканского радио и на телевизионном канале НВК Саха. До конца этого часа мы с вами. Я редактор Светлана Вишнякова. И мои гости — это сотрудники Якутского республиканского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, первый заместитель председателя Совета Евгений Швец и бухгалтер Дарина Попова. Мы говорим о работе общества и, конечно же, продолжаем поздравлять вас с получением гранта за проект «Сёла без пожаров». И как раз в первом блоке я прервала вас, Евгений Александрович, на вопросе, зачем же вам это нужно. Я прошу вас продолжить. Расскажите. Ну, постараюсь кратко и лаконично тему эту как бы изложить. Почему? Потому что я начал буквально со статистики, которая возникает у нас буквально в одной части, с начала, так называемого, пожароопасного сезона. Чтобы было понимание, это, как правило, первая декада мая месяца. И все начинают, соответственно, в этом отношении бегать. Все министерства, ведомства. Но вот при этом понимаешь, что некоторые моменты надо просто-напросто делать заблаговременно. Что касается статистики, она сегодня действительно удручает. У нас год от года растет площадь пожаров лесных. У нас, соответственно, растет само количество. Естественно, на эту обстановку каким-то образом надо воздействовать. Суть заключается в том, что если пожар упустить, естественно, он с лесного, скажем, массива перерастет, соответственно, в сельский. То есть в сельский населенный пункт. И, как правило, мы, когда смотрим телевизор, такая информация за летний период проскакивает. Если это касается, значит, западных наших, скажем, территорий, я имею в виду Российской Федерации, где огромные лесные массивы, но ведь они у нас тоже достаточно большие. И в этом отношении у нас тоже должна быть определенная подстраховка. И когда мы говорили, почему именно 10 населенных пунктов Хангаласского района, значит, ну, все до банального просто. Во-первых, Хангаласский район, мы с ним достаточно давно сотрудничеем работаем. У нас там есть производственный участок, у нас там есть 10 населенных пунктов, где создана территориальная добровольная пожарная команда. Но вот для нас это важно. То есть наша отправная точка – это те созданные команды, которые будут воздействовать на пожары. Причем мы должны понимать, что ведь они создавались для тушения, скажем, пожаров самих населенных пунктов. И они не имеют пожара выходить в лес и тушить его, потому что у них нет соответствующей подготовки. Поэтому наша задача – взаимодействие с авиалесоохраной, взаимодействие с администрацией, с заинтересованными ведомствами и так далее. Значит, первое, что это обучить, скажем так, личный состав добровольных пожарных, которые уже имеют допуск на тушение пожаров, скажем так, бытовых, на тушение пожаров, скажем, на РТП, тушение пожаров именно лесных. Потому что везде должен быть опыт, везде должен быть навык. И людей, так называемых добровольцев, которые мы тоже подготовим, они должны идти непосредственно на тушение, на Акарауле и так далее в лесодоса с подготовленными специалистами. Без этого, соответственно, никак. Помимо этого, у нас в Покровске находится наш производственный участок. Есть там наш лидер, который возглавляет этот производственный участок, Шипицына Октябрина Ивановна. Но вот мы на нее надеемся. У нее очень большой буквальный авторитет. Эту работу мы, естественно, сподвигнем. И мало этого, Александр Иванович, скажу так, что с 2013 года под нашей эгидой, под эгидой ВДПО, работает территориальная добровольная пожарная команда. Достаточно неплохо в селе Техтюр. Это тоже хангаласский наш район. Евгений Александрович, у нас есть два звонка. Я только не поняла, режиссера, у нас слушатели на линии А. Давайте выслушаем тогда вопросы. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Ветеран пожарной охраны, полковник Тихонов Михаил Николаевич. Да, Михаил Николаевич, слушаем вас внимательно. Я поздравляю от имени ветерана пожарной охраны с получением гранта республики. Президента Российской Федерации. Поправляют грант президента Российской Федерации. Да, 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 да. Выше, выше прыгнули. Круче. Я очень рад видеть представителей ВДПО по телевизору. Спасибо, Михаил Николаевич. Поднятия Александр Иванович и Швец Евгений Александрович, они очень талантливые люди. И они всегда всем помогают по республике. И жителей республики призываю им тоже помогать. Потому что только с их стороны помощь, если будет, и мы тоже в руки этой помощи должны им дать. То есть не жечь траву, не поджигать, ничего. Спасибо вам большое, Михаил Николаевич, за звонок. У нас есть еще второй звонок. Давайте выслушаем сразу. А пока мы будем слушать, я режиссера попрошу нашего первого гостя еще набрать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Доброе утро, Анна Гавриловна, пенсионер в сложенном отбоке. Хотела бы, во-первых, поздравить с получением гранта, молодцы. Ну и задать следующий вопрос. Да, слушаем, задавайте. Насчет весного массива я хотела. У нас большие поздравления в последнее время. Спасибо. Мы как раз сейчас и будем говорить о том, кто должен заниматься лесными пожарами. Дело в том, что к нам должны присоединиться еще два гостя к нашему эфиру. Это Иван Сивцев и вторая гостья – это Галина Сергеевна Попова. Галина Сергеевна Попова. И вот сейчас режиссер пока набирает. Может быть, вы еще прокомментируете те звонки, которые мы сейчас услышали наших слушателей. Ну, давайте так. То, что касается поздравлений. Нам всегда приятно слышать добрые слова, слова на путь от наших ветеранов. Потому что мы сами являемся ветеранами. И, как правило, такие слова, они дорогого стоят. И когда ты их слышишь, ты внутренне собираешься. И те задачи, которые ставишь перед организацией, перед самим, скажем, проектом, ты уже понимаешь, что они должны быть выполнимы, потому что на тебя смотрят. И ты должен выдавать, соответственно, горы результаты. Спасибо, что во внимание, конечно, ветераны. Им большое, конечно, здоровье побольше. Дайте приятного вас видеть. Да, 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 приятно. С удовольствием, конечно, услышали. Поэтому, естественно, для нас это, конечно, честь, это, в основном, реализовывать вот этот грант. Но вот, и то, что касается, опять же, его отработки на одном, скажем, участке, да, под названием Хангаловский район, я думаю, у этого проекта будет большое будущее. Спасибо. Мне режиссер говорит, что у нас на прямой связи уже Государственный комитет обеспечения Республики Саха-Якутия в лице Ивана Сивцева. Иван Андреевич, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, да, слушаю. Да, спасибо, что вы с нами в это утро. Расскажите, пожалуйста, о том, вы уже вот коснулись темы, что весна у нас не за горами, и все-таки будут все равно, как ни крути каждый год, природные пожары. Кто должен их тушить, эти пожары, и кто должен оплачивать ликвидацию этих пожаров в нашей Республике? Ага. Спасибо. Да. Так, доброе утро еще раз. Вот тушение лесных пожаров у нас осуществляется в соответствии с лесным кодексом Российской Федерации. Вот для тушения данных пожаров, возникших на землях лесного фонда, у нас привлекаются силы средства лесопожарных соревнований. Между тем, при возникновении угрозы лесного пожара населенным пунктам и объектам экономики, подрастание привлекается силы средства органов местного самоуправления и республики. Вот хотелось бы отметить, да, вот буквально перед Новым годом у нас внесены изменения в законодательстве Российской Федерации. Вот внесены изменения в федеральный закон, как 69 федеральный закон, это у нас о пожарной безопасности, 131 федеральный закон об общих принципах организации органов местного самоуправления и в лесной кодекс. Вот данные изменения закреплены понятием о ландшафтном и лесном пожарах, а также установлены дополнительные полномочия органам государственного власти и субъектов по организации тушения ландшафтных пожаров силами якутской, ну не якутской, а вообще силами единая государственная система предупреждения и ликвидации средствующих ситуаций и в соответствии с полномочиями, возложенными в соответствии с 68 федеральным законом. Это у нас основной закон о мерах по защите населения и территории в средствующей ситуации. То есть участие в тушении ландшафтных пожаров с этого года принимает силы средства как бы федеральных органов исполнительной власти, республики нашей, да, органов местного самоуправления, а также организации зависимости от масштабов в средствующей ситуации. Иван Андреевич, извините, я вас перебью как-то очень долго и очень много слов. Я, честно говоря, не совсем даже поняла. Я поняла, что должны тушить и должны оплачивать. Я вас, извините, перебью. Спасибо вам за участие в эфире, потому что у нас время ограничено совсем. Вам хорошего дня. У нас на прямой связи еще есть вопрос слушателя. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. А, сорвался у нас слушатель. Ну, вот у нас не так время еще много остается до рекламы, и потом мы снова вернемся в эфир. Может быть, вы как-то понятным языком переведете то, что сказал Иван Андреевич. Я, честно говоря, не очень поняла. Я думала, что МЧС тут тушит, да, но вот мне всегда казалось, думаю, вот если, не дай бог, одновременно, да, где-то горит дом, и тут же нужно тушить природный пожар, то, наверное, это как-то должно быть, должно быть разное. Можно я дополню? Да, расскажите, поясните. Вот, все лесные пожары, по статистике, 90%, они происходят по вине человека. И только 10% это природные техногенные характеры. Вот, и самое главное, что, почему вот эти 10 населенных пунктов, в этих пунктах нет формирования государственной противопожарной службы. По регламенту прибытия, да, на тушение, на пожар, машина должна приезжать за 20 минут. Вот, вот, эти населенные пункты находятся так далеко, что там, наверное, даже за час не доберешься. Вот, поэтому именно в этих населенных пунктах, не прикрытых государственной противопожарной службой, созданы добровольные пожарные команды, которые, их задачей стоит не тушение пожара, а сдерживание пожара до прибытия основных сил государственной противопожарной службы. Вот, зачем нужно ваше общество, и зачем нужны вот эти вот, да, добровольческие отряды такие? Есть у нас такой слоган, при пожаре звони 0-1, а до пожара в ВДПО. То есть мы занимаемся профилактикой. Вот, и наш грант, наш проект, да, вот проект по гранту, он тоже призван, это профилактическая работа. Вот, и самая основная его задача, это вовлечение самих же жителей, самих же жителей этих сел в профилактическую работу. То есть мы должны отобрать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, и они должны подключиться вместе с добровольной пожарной командой к профилактической работе. То есть это патрулирование леса, это профилактические беседы с населением. Как раз начинается май, все выходят на маёвки, да, все стремятся пойти в лес. То есть вот именно просветительская работа, не оставлять огонь без присмотра, именно вот на эту задачу, да, основана как бы вся наша работа. То есть профилактика. Значит, говоря, опять же, языком слоганов, да, есть как бы такое выражение, что пожар легче предупредить, чем отушить. И поэтому то, что касается, опять же, нашей деятельности, прежде чем направление какое-то будут осуществлять наши добровольцы, они должны быть обучены. Но дело в том, что есть добровольцы, которые уже, скажем, обучены, да, и которые есть на местах так называемой территориала, а есть добровольцы-волонтеры, которых мы будем к этому сподавлять непосредственно с населением. Почему? Потому что ресурс территориальных добровольцев – это буквально 10 человек, он очень ограничен. Поэтому, естественно, помощь надо. И когда что-то случается, как правило, всё село встаёт, значит, на защиту, все выходят, но при этом мы не должны никого не потерять и выполнить задачу потушения этого лесного пожара. Чтобы он не вошёл, у нас населённый пункт. Спасибо. На этой ноте мы прервёмся на рекламу и очень скоро вернёмся. Не теряйте нас, слушатели и зрители. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире в нашей студии сотрудники Якутского республиканского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества и обладатели президентского гранта за проект «Сёла без пожаров». И как раз вот о пожарах мы говорили, о том, по причине чего они происходят и что созданы такие добровольческие бригады на местах, в районах, в сёлах, которые могут быстро отреагировать на возгорание. А самое главное, что ваше общество занимается противопожарной информационной работой. И у нас есть звонок слушателя. Мы сначала давайте его выслушаем. А режиссёра попрошу набрать нашего второго гостя. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Лидия Николаевна. Я живу в городе Якутске. Но я имею отношение к системе образования. Являюсь членом Совета ветеранов педагогического труда нашей республики. И поэтому вот всё, что касается воспитания подрастающего поколения, в том числе и в плане противопожарной безопасности, это волнует и сегодня нас всех. Дело в том, что я, оказывается, к своему стыду не знала о существовании такой прекрасной отрасли вот в нашем, вида деятельности в нашей республике, как ВДПО. Сначала я подключилась к радио, а потом всё-таки заинтересовалась, что за такие люди заинтересованные, такие любящие своё дело и такие преданные своему делу. И хотела их увидеть воочию, включила телевизор. И они меня не разочаровали. Это настолько красивой душой, преданные своему делу люди, что хочется их не только поздравить с грантом, но и пожелать им в будущем выигрывать и гранты, и работать так хорошо и активно, как они делают это сейчас. Молодцы они, но у меня вопрос такой есть. Да, слушаем. Прекрасно, что это вот касается их проехта Хангаласского улуса, я сама родом оттуда. Но хотелось бы узнать, а как обстоит дело с работой в других улусах? Вот, например, в других улусах, особенно на севере нашей республики, очень часто бывают пожары. А вот есть ли такие у них филиалы общества, вот как ВДПО? Лидия Николаевна, спасибо большое за внимание, за ваше, и спасибо за вопросы. Давайте тогда, наверное, ответим нашим слушателям. Давайте я отвечу. Зрителю. Значит, то, что касается арктической зоны, да, действительно, вы справедливо поставили вопрос, есть ли там аналогичные организации. У нас есть филиалы, но, как правило, они занимаются чисто производством. Значит, таких филиалов, как, скажем, в Хангаласском районе, значит, либо в городе Якутске, либо в других крупных, скажем, населенных промышленных районах, такого вот остания есть. И если какие-то мероприятия там выполняются, они, как правило, выполняются методом, скажем, выезда наших работников непосредственно на место. Что мы, в принципе, и делали несколько лет тому назад, когда выиграли тот же грант, и он был посвящен арктической нашей зоне, мы туда выезжали и отработали их, в принципе, полностью. Грант был завержен, очень с хорошими результатами. Спасибо большое. И у нас есть еще один гость, который на прямой связи с нашей студией. Это Галина Сергеевна Попова. Она главный специалист отдела организации надзора и профилактических мероприятий, майор внутренней службы. Галина Сергеевна, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Вы, пожалуйста, немножко как-то обобщите то, что мы сказали относительно об основных причинах и профилактических пожарах в нашей республике. И, пожалуйста, очень коротко, потому что мы ограничены во времени. Прямо, может быть, там... А сколько у нас минуток? Ну, где-то около того. Спасибо. Хорошо, стараюсь. Спасибо. Слушаем вас. Ага, здравствуйте, уважаемые слушатели. Начну с того, что по наблюдениям прошлых лет все причины можно разделить на две группы. Это естественные и пожары по причине вине человека. По итогам 2020 года на территории республики было зарегистрировано более двух тысяч пожаров на общей площади более шести тысяч гектар. Более трех процентов лесных пожаров произошли по вине человека. Только три случая разведения котров в Хангалатском районе стали причинами лесных пожаров. Хотелось бы отметить ряд профилактических мероприятий, обязательных для органов исполнения местного самоуправления. Это необходимая зачистка участков леса от возможных возгораний. Это создание минерализованных полос, обустройство водоемов и подъездов к ним, отведение и благоустройство зон для отдыхающих граждан. От их качественного исполнения зависит вероятность невозникновения очагов огня в лесах и распространения его по окружающей местности. Но даже при соблюдении всех этих правил пожар в лесах остается частым издением. А все потому, что особую опасность для леса представляют сами люди. Они оставляют после себя костры, которые очень часто и становятся причинами возгораний. Вот поэтому наряду с непосредственными профилактическими всеми мерами по защите лесов необходимо проводить инструктажи и обучение населения, вовлекая в данный процесс все организации предприятия, органы местного самоуправления, в том числе администрации, школы, чтобы основной целью таких инструктажей являлось напоминание людям об их ответственности и возможных последствиях. Спасибо большое за участие в нашем эфире. И все-таки, как ни крути, все равно человек является причиной всех бед, его неосторожность и безответственность. Каждый раз говорят про то, что не жгите в лесу, какие-то сроки объявляют. Все равно находятся те, кто как-то решает по-своему. Вот сегодня уже как-то потепление у нас на улице, солнышко вроде бы уже, и утром светло, и такое ощущение, что мы перезимовали, и весна не за горами. И, наверное, все равно работы у вас будет много. Галина Сергеевна, спасибо вам большое. Я напомню, что на прямой связи с нашей студией была главная специалиста дела Организации надзора и профилактических мероприятий, майор внутренней службы Галина Попова. А мы продолжаем эфир, и, наверное, слово я передам Дарине Иннокентьевне, чтобы вы рассказали о сумме, подробно о сумме гранта и какие планы на 3 миллиона рублей. Спасибо, Светлана. Всего из нашей республики на конкурс было подано 132 заявки. Из них поддержку получили 32 проекта на общую сумму 40 миллионов рублей, в том числе и наш проект. Победа в конкурсе гранта президента Российской Федерации, она не только престижна и ответственна, но и очень полезна для нашей республики. В свете недавних публикаций, ни для кого уже не секрет, что сейчас особенно остро стоит вопрос финансирования сельских поселений, которым постоянно урезают бюджет. И всегда существует дефицит средств, особенно в сельских населенных администрациях, и в частности на противопожарную безопасность. Участием в конкурсе гранта президента Российской Федерации некоммерческие организации привлекают в нашу республику дополнительные средства. То есть это получается сверх нашего бюджета, бюджета республики. К нам поступают деньги из фонда президентских грантов на развитие гражданского общества и решают остро стоящие актуальные проблемы. Вот. Извините, я, может быть, вас перебью. У нас есть звонок от слушателей. Давайте выслушаем, потом продолжите. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Крестьянское хозяйство Олюково, зерновое хозяйство. А как вас зовут? У меня к вам, Виссарион Андреевич. Виссарион. К вам вопрос. Слушаем вас. Мы занимаемся выращиванием зерновых. И весной у нас в весной спадке солома после комбайна солома остается и мешает пахать пахню. И поэтому весной мы сжигаем солому. Это как по закону. И Серёна Андреевич, вы задали на свой вопрос. Вы поняли, о чём вопрос? Я не очень... Серёна... Да, да, да. Да, 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 говорите. Я думала, что вы уже закончили. Нет, это у меня такой вопрос. Да, слушаем. Сжигание соломы весной мешает в весной спадке. Вы понимаете, о чём спрашивают? Воспашка хочет сжечь солому. Как? Хочет сжечь солому. Скажите как-то по-другому. Мы не очень поняли, о чём вы спрашиваете. Только, пожалуйста, быстро. Всё, да. Но я, честно говоря, не очень поняла. Что-то про солому. Ну, дело в том, что, видимо, у человека возник вопрос в связи с тем, что он задаёт достаточно такой серьёзный тоже вопрос в рамках, будет ли это нарушение правил пожарной безопасности, если я буду сжигать, значит, отходы соломы. Вот вы поняли. То есть, ну, в любом случае надо понимать то, что любой, скажем, пожар, причём рукотворный, он ведь будет это сжигать, но вот, он может повлечь соответствующие последствия. Потому что тут надо обратить внимание на карауливание, обратить внимание, где он это делает. Если вблизи, скажем, этого населённого пункта, соответствующие строения и так далее. Понятно, что это сельская местность. Но вот при этом, значит, он должен понимать то, что любой пожар, он должен обеспечиваться соответствующими людскими ресурсами, но и соответствующим противопожарным оборудованием. Как правило, это первичные средства пожаротушения. Вот если комплекс мероприятий этот выполняется, вопросов нет. Это делать на большом удалении, это должна быть обеспечена безопасность и так далее. Потому что, я так понимаю, для него это необходимость. Да, да, да. Поэтому в рамках, только в рамках соблюдения правил пожарной безопасности, так скажем. Ну, это достаточно такая кропотливая тогда, да? Нужно собрать какие-то, наверное, документы. Обязательно. То есть к этому надо подготовиться. И главная задача его, если даже на мероприятии он проводит, не допустить ни в коем случае пожар, переход его на, скажем, другие там строения и так далее. Это достаточно серьезно. Дарине Иннокентьевне, вернемся. У нас остается мало времени, но я попрошу вас продолжить. Да, я вот пользуясь случаем, хотела бы поздравить всех победителей. Все проекты, которые получили поддержку в этом году, они большие молодцы, что привлекают деньги в нашу республику и вносят, как бы, делают полезное дело, социально ориентированную деятельность. Вот, но что у нас грант? Вообще, это для нас очень крупная сумма. Здесь надо сказать, что мы организация небюджетная. У нас нету постороннего финансирования ниоткуда. Мы зарабатываем себе сами. И как некоммерческая организация, мы не извлекаем прибыль. И вся наша прибыль должна уходить на нашу деятельность, на социально ориентированную. Далина Анатольевна, извините, я вас перебью, у нас все уже в времени практически не остается. Но я, пользуясь случаем, что мы не все успели, приглашаю вас снова в нашу студию. А слушателям и зрителям спасибо за внимание. Вам спасибо, что в это утро были с нами. Спасибо вам, спасибо за приглашение. Красивая девушка, настоящий полковник. Спасибо, удачи. Спасибо. Удачи вам в вашей работе. Спасибо.